Вечная мерзлота Итак, мы говорили о том, что наши предки, наши или части нас, так скажем, жили на этой территории, где распространена вечная мерзлота очень давно, на этих северных территориях. И, конечно, люди так или иначе приспосабливались, накапливали знания об этом, но по-настоящему накопление знаний стало происходить после того, как возникли государства, возникли документы, в том числе научные документы, описывающие окружающую среду. Вот я вам привел примеры донесений некоторых экспедиций или людей, которые бывали в этих отдаленных местах, в частности, вот пример открытия русскими поморами Шпицбергена, архипелага Шпицберген, о котором как раз они отзывались, что он такой холодный, что выскакивают даже покойники. На самом деле активное освоение этих огромных пространств началось, по сути дела, примерно с XVI века, особенно активно в XVII веке. Причем такая экспансия на восток, на северо-восток, происходила в основном под влиянием развития торговли и промыслов, потому что здесь эти территории были населены малыми народами, было чем торговать, пушнина, в частности, и другие продукты, которые можно было получать с этих территорий. Поэтому она происходила, кстати, достаточно быстро. Вообще в мировой истории есть несколько примеров вот такой невероятной экспансии народов на огромные территории. Ну, это какие примеры, вот кто скажет, пожалуйста, вот в мировой истории, когда, значит, так сказать, вот происходило такое экономическое и культурное, значит, освоение огромных новых территорий. Вот, пожалуйста, уже в новом времени, да? Америка. Ну, в Америке, да, действительно, значит, но там был для нас интересный пример, например, значит, это экспансия в Канаду французских французов, вот, потому что она произошла тоже достаточно быстро и примерно она чем-то напоминала, вот, значит, деятельность наших предков, потому что они тоже двигались, правда, с востока на запад, они высадились вот на восточном побережье северной части Северной Америки и дальше, значит, вот практически, очень, в течение достаточно быстрого срока, значит, вот эти огромные территории были как-то освоены, ну, или, по крайней мере, возникли торговые пути, вот, связи и так далее. Значит, ну, другой пример, это испанцы, скажем, в Южной Америке, всем известный, да, ну, и сама, так сказать, вот, центральная часть Северной Америки, Соединенные Штаты, то государство, которое сейчас там называется, вот, значит, но у нас был совершенно беспрецедентный пример, потому что, что? А в России Северной Америки? Ну, вот я как раз об этом говорю, вот, значит, у нас как раз она имела совершенно беспрецедентные масштабы, потому что вот это, вот это пространство, это, конечно, не только Ермак, вот, Ермак, в основном, значит, деятельность Ермака сосредотачивалась вот здесь, в Западной Сибири, вот, а вот дальше, значит, вот, в течение, ну, немного больше, чем век, по сути дела, вот, наше российское государство, бывшее вообще вот совсем небольшим, вот здесь вот, на европейской части, вдруг вот превратилось вот в эту огромную, огромную страну, так что, в общем, это, так сказать, тут есть чем гордиться, это вот некое свидетельство величия, значит, народа, который сделал это, это было, как вы понимаете, совсем непросто, нужно было сюда прийти, закрепиться, главное установить добрососедские отношения, потому что иначе, значит, просто они вынуждены были бы уйти, если бы не возникли связи экономические и культурные с этими народами, хотя, конечно, это не происходило без, так сказать, столкновений, естественно, особенно, значит, известны в истории эти столкновения, они происходили в Западной Сибири, значит, вот здесь, на Чукотке, например, вот Чукчи оказались достаточно, так сказать, таким народом, с которым, значит, пришлось вот столкнуться этим людям, которые осваивали эти земли, но, тем не менее, все-таки, значит, эта экспансия, кстати говоря, захватила и часть Северной Америки, как известно, и Аляску, например, причем очень интересный пример, я могу привести, вот, значит, дело в том, что, как известно, вот пока Аляска была российской территорией, да, значит, там зарегистрировано было свыше тысячи официально церковных браков с местным населением, вот русских, так сказать, кто пришел, вот эти, значит, после того, как она была продана, значит, Соединенным Штатам, значит, официально ни одного такого брака зарегистрировано не было, то есть, значит, это показывает, значит, наверное, каким образом, собственно говоря, было, каким способом, так сказать, было, происходило это освоение, вот как устанавливались эти отношения с людьми, которые населяли эти земли, вот, то есть это, в общем, было достаточно мирный, мирный такой процесс, вот, значит, ну, к числу вот таких особенно известных походов, это, наверное, вы слышали об этих путешествиях, скажем, Семена Дежнева, значит, на край, на самый крайний северо-восток, или, например, Василия Паяркова в 17 веке, уже вот здесь, вот в южной части Восточной Сибири, вот, я вам расскажу только один пример, вот, дело в том, что, начиная уже с 18 века, с эпохи Петра, значит, стали организовываться регулярные такие экспедиции для исследования этих земель, и вот одна из таких экспедиций, значит, вот, почти в скорости после смерти Петра, потому что, вот, согласно его завещанию, значит, собственно, эти экспедиции в основном как раз происходили и были организованы уже после его смерти, значит, вот одна из таких экспедиций, например, значит, это экспедиция Прончищева, значит, ну, вот представьте себе, значит, было задание исследовать вот здесь вот центральную часть, самую северную часть центральной Сибири, вот полуостров Таймыр, вот побережье моря Лаптевых и так далее, значит, люди не имели никакого представления о севере, вот, например, значит, сам Василий Васильевич Прончищев, значит, когда он поехал туда, значит, он считал, что шинелей, значит, офицерской шинели достаточно, чтобы, так сказать, выживать в этих краях, он, собственно, из одежды у него была вот эта самая шинель, и, как всегда, у нас часто в России, хотя весной было отдано распоряжение об организации этой экспедиции, значит, они целое лето добирались до Якутска, вот сюда приблизительно, значит, потом, значит, вот как-то, так сказать, собирали припасы и снаряжение, вот, и вообще-то попали сюда, вот внизу Елены, уже в начале зимы, вот, в общем-то, неподготовленные люди. Я вот так, имея опыт таких арктических экспедиций, значит, и уже потом в советское время, как известно, когда начинается зима, здесь, в общем, почти прекращается деятельность, люди остаются на зимовку, так сказать, занимаются там простыми достаточно работами, потому что в этих условиях, значит, скажем, движение вдоль берега, вот здесь вот, значит, на лодках, не очень приспособленных для плавания, для льдах, и описание этих берегов, это, в общем, кажется сегодня делом невероятным, но он это сделал. Вот он, значит, практически всю эту зиму, значит, они исследовали побережье моря Лаптевых, вот здесь, кстати, описывали, в том числе, выходы мощных пластовых льдов в этих районах, они здесь существуют, пластовые и повторно жильные льды, вот они здесь, кстати, говорю, видите, представлены, это, правда, не побережье моря Лаптевых, ну, похожее, примерно, обнажение, вот здесь, здесь и есть, и здесь, вот в этой части, значит, побережья, значит, и даже вот дошли здесь до Таймыра, и, значит, как-то продвинулись здесь вдоль, вдоль, вдоль самого Таймыра, значит, это потребовало такого напряжения, что, значит, в общем-то они здесь вот потом погибли, просто погибли от истощения, от невероятного, значит, истощения сил на следующий год, вот, и этот еще пример интересен тем, что это единственный случай, когда вот его жена, Татьяна Федоровна, значит, она поехала вместе с ним, обычно в такие экспедиции не отправляются, значит, вот так, семьями, значит, но она решила, что я буду с мужем, вот, и, собственно, в скорости она тоже, так сказать, здесь умерла, вот от истощения, от голода, от таких невероятных лишений, которые подвергалась эта экспедиция, вот, и они выполнили задачу, которая ему была поставлена, но это вот так ценой жизни, и не потому, что были какие-то, вот, значит, частные ошибки совершены, нет, просто это было невероятное напряжение сил, вот это памятник сейчас стоит, там на берегу, очень такой, значит, известный, значит, интересно, что там растут вот эта полярная роза, как они называют, значит, ледяная северсия, вот такая, такая разновидность, значит, цветов, которые там цветут непродолжительное время, это такое место, значит, вот память об этой экспедиции сохраняются до сих пор, вот, открывшей самую северную оконечность Евразии, то есть, в общем-то, они дошли до, значит, здесь, вот, оконечности Тамирского полуострова, вот этой экспедиции, вот, один пример, значит, ну, может быть, это, некоторые, знаете, студенты говорят, ну, вот Михаил Васильевич Ломоносов, он просто все открыл, да, вот, как ни странно, значит, в трудах Михаила Васильевича, а это важно упомянуть, потому что наш университет носит имя, значит, Ломоносова, значит, у него есть работа, посвященная происхождению вечной мерзлоты, значит, потому что до него, собственно, не было, так сказать, описания причин, почему возникает вечная мерзлота, почему, значит, летосфера становится, вот, так сказать, находится в мертвом состоянии в этих краях, значит, он очень образно, кстати говоря, он вообще, как вы знаете, он же писал и стихи, значит, у него вот такая присутствует фраза, значит, причина образования мерзлоты в том, что зимний холод, значит, преодолевает летний жар, кстати говоря, очень правильная, так сказать, вот так, с точки зрения теплообмена, значит, вот такое решение, которое он предложил для, значит, описания, описания возникновения, причин возникновения вечной мерзлоты, значит, уже вот в конце 18-го, начале 19-го века, вот исследования продолжались, причем здесь это уже были гораздо лучше оснащенные экспедиции, потому что накапливался опыт, вот, была возможность уже взять какие-то приборы простейшие с собой, и, так сказать, эти экспедиции преодолевали уже огромные расстояния, вот, в частности, Александр Федорович Миддендорф, значит, академик Российской Академии Наук, значит, возглавлял одну из таких известных экспедиций, описал множество, значит, новых растений, описал, значит, выходы мерзлых пород, значит, на этих территориях и в обнажениях тоже, в общем, оставил достаточно значительный такой след в истории геокреологии, вот, описав, так сказать, вот, значит, мерзлоту и ландшафты, связанные с этой мерзлотой, и, кроме того, значит, он был такой, значит, естествоиспытатель широкого профиля, занимался ботаникой и географией и так далее, значит, вот, скажем, в географических названиях этих мест, и сегодня вы встретите и имена Миддендорфа, и Прончищева, и, значит, Лаптевых, Врангеля, Анжу и других, которые, исследователи, которые занимались, принимали участие в этих экспедициях, впервые описывали эти, в общем-то, очень труднодоступные места. Ну, мы с вами разговариваем, значит, говорим об истории геокреологии, вот, важным моментом в нашей науке была теория оледенения, вот, теория материковых оледенений, потому что в те времена, как вы знаете, еще, собственно говоря, никогда не видели, что собой представляет материковое оледенение, только горное оледенение, значит, описаны были, но поскольку, значит, было очевидно, что на платформах, на больших платформах присутствуют вот отложения ледникового типа, те, которые встречаются в горах, морены, вот, то, значит, эта теория возникла, причем интересно, что вообще, как ни странно, один из первых, кто высказал теорию, значит, вернее, высказал предположение о том, что большие ледники покрывали большие пространства, был, вообще, значит, немецкий писатель и поэт Гёте, вот, он увлекался естественными науками, как раз, вот, ему принадлежит, значит, одно из таких, значит, предположений, что, значит, возможно, что огромные территории Евразии покрывались ледниками, хотя, может быть, вы знаете из курса общей геологии, что, так сказать, таким основателем теории, ледниковой теории, считается, значит, Агасис, вот, значит, интересный, интересная такая вот страница в истории геокреологии, это так называемая Шергинская шахта, значит, в XIX веке, в 1828 году, значит, здесь, в Якутске, там вообще проблема с водой, значит, потому что горная порода находится в нормальном состоянии, колодцы, значит, не дают воду там, значит, приходится брать воду из открытых источников, в частности, из Лены, значит, она находится, в общем, не близко, значит, представляете, так сказать, даже зимой, скажем, это нужно выпиливать какие-то, значит, значит, во льду делать лунки, значит, доставать воду и потом возить ее, в общем, он решил, как и в России, в Центральной России сделать колодец, это был такой довольно зажиточный купец, Федор Шергин, значит, и вот, значит, под его началом было, было вырыто 116 метров в мерзлоте, вот я вам уже говорил о том, что-то, что собой представляет, вот так сказать, разработка вручную этих мерзлых горных пород, значит, невероятный, в общем-то, труд, вот, 9 лет, собственно говоря, рыли этот колодец, вот, ну, значит, и так и не дошли до, значит, вот водоносного горизонта, не не прошли, значит, мощность вечной мерзлоты, вот, кстати говоря, впоследствии, даже сейчас, вот, значит, здесь организован музей в Якутске, вот, может каждый увидеть это, она до сих пор сохраняется, в ней потом проводились измерения температурные, как раз было показано, значит, как вот изменяется температура мерзлоте с глубиной, каковами температуры, вот, в частности, в Якутске было установлено здесь где-то минус 4 градуса температура мерзлоты, минус 4, минус 5 градусов приблизительно, вот, это было сделано как раз впервые в этой шахте, которую сделал, значит, купец Ширгин, вот, вероятно, вам также известно имя Владимира Афанасьевича Убручева, не только потому, что он был один из крупнейших российских геологов, но также и писатель, вот, там, значит, его, там, значит, «Земля Санникова», может быть, вы слышали, или, значит, у него есть еще, так сказать, художественные произведения, вот, он, кстати говоря, писал совершенно удивительные отчеты, у меня есть, вот, даже в кабинете, если кому интересно, можете зайти, значит, «Полевая геология», значит, книга его, так сказать, им написанная, вот, значит, пожалуй, лучшего руководства по инженерной геологии, полевой инженерной геологии, вот, даже сегодня, вот, трудно найти какую-то работу более, так сказать, ну, так, во всяком случае, более легко читаемую и, значит, вот, достаточно глубокую, вот, даже в сегодняшние дни, поэтому я рекомендую, вот, даже студентам в наши дни, вот, просто прочитать, вы, кстати говоря, откроете первую страницу, вы будете читать это, как роман «До последней», вот, такое, такое руководство по полевой геологии написал Владимир Афанасьевич, значит, Обручев, кстати говоря, первый институт мерзлотоведения, который был создан в Москве, он носил именно имя Владимира Афанасьевича Обручева, потому что он, значит, занимался во время своих, значит, известных сибирских экспедиций, значит, занимался в том числе и описанием вечной мерзлоты. Кстати говоря, тоже интересный момент, связанный с ним, я некоторое время работал в Тюмени, значит, у него есть описание в одном из своих отчетов этого города, значит, он его характеризует, как самый грязный город в Российской империи, да, вот сейчас это, между прочим, не знаю, кто-нибудь был из вас в Тюмени, вот сегодняшнее Тюмени, нет, не приходилось, да, вот я вам сейчас скажу, что это один из самых чистых городов Российской Федерации сегодня, и один из самых благоустроенных, может быть, даже, так сказать, он выглядит, так сказать, внешне привлекательной Москвы, вот, это сегодня, но вот во времена Обручева, значит, это был самый грязный город, и, кстати говоря, он объясняет, почему, значит, вот повторяющиеся циклы промерзания, оттаивания, которые, значит, происходят в верхних, значит, или, так сказать, фиксируются в верхних горизонтах литосферы, они приводят к такому измельчению материала, значит, вот, к высокой полеватости материала, который, значит, вот затем, значит, превращается, вот при увлажнении превращается в совершенно вот такую вот, значит, массу, которая везде, от которой нигде нельзя скрыться, и во время Обручева, и даже в мои времена, я впервые попал в Тюмень где-то в 82-м году, в 83-м году, вот, значит, это был такой же, примерно, такой же грязный город, как во времена Обручева, значит, сейчас, правда, все изменилось, но, кстати говоря, у нас проблема тоже, значит, вы знаете, что по Москве нельзя ходить в одной рубашке больше, чем один день, или, так сказать, не чистить ботинки, да, ежедневно, потому что просто, значит, вот это полеватый материал, который, кстати говоря, именно его происхождение связано с циклами промерзания-оттаивания, с большим количеством циклов промерзания-оттаивания, значит, вот вызывает эти неудобства, которые у нас существуют, так? Значит, вот еще вам два имени в истории геокреологии, это, вообще говоря, князь Кропоткин, значит, именно вот его именем названа станция метро по нашей ветке, если ехать вот из метро университета до центра, да, Кропоткинская, значит, вот это как раз он, значит, он действительно был революционером, очень известным, вот, ну, кроме того, он был, значит, и, ну, анархистом, как известно, так сказать, вот партия анархизма, она, так сказать, как-то отошла на второй план, но он был, значит, одним из самых видных теоретиков анархизма, значит, вот и принимал участие в обоих русских революциях, вот, значит, ну, он является и автором, и, собственно говоря, предположение о том, что ледники во время плестоцена покрывали всю территорию Евразии, как и восточноевропейскую равнину, так и вот эти пространства Сибири, вот, значит, он находил свидетельство и доказывал, что вот, значит, действительно были ледниковые покровы, значит, вот практически на всей территории, и, значит, с ним спорил вот Александр Иванович Воейков, это метеоролог, преимущественно метеоролог, значит, говоривший о том, что да, вот действительно здесь это возможно, потому что здесь и много морен, так сказать, но здесь они тоже вот встречаются, по крайней мере, отложения очень похожие на ледниковые, вообще, так сказать, на остальных пространствах тоже иногда что-то можно встретить, но, значит, он говорил, что это невозможно, значит, существование ледников вот здесь центральной части Сибири, потому что, значит, просто недостаточно влаги для формирования, вот мы с вами уже на прошлой лекции это говорили, почему, значит, в Северной Америке, значит, вот практически вся, вся часть, вот северная часть Северной Америки, она покрывалась леденением и смотрели даже, значит, такую анимацию об этом, значит, а у нас здесь, значит, фактически ледники покрывали только вот эту часть, значит, к западу от урала больше часть ну частично значит и к востоку но незначительно значит и причина это было только в том не потому что не было было тепло здесь конечно здесь было очень холодно значит на холоднее чем сейчас значит насколько кстати говоря градусов помните мы с вами обсуждать говорили это примерно вот насколько понижалась температура в листа цене по сравнению современной среднегодовая но это важный момент чтобы представлять себе все-таки условия что было тогда как широко могла быть распространена мерзлота мерзлота распространялась почти до черного моря до идут искать вот самых южных города и так далее здесь вот в среде средней части евразии так на сколько 6-8 правильно вот 6-8 градусов примерно значит считается настолько понижалась температура во времена плейстоцена поэтому здесь было очень холодно здесь сейчас видите вот там в якутске минус 4 минус 5 значит здесь было очень холодно но ледников не было потому что не было влаги значит циклоны сатус атлантики поскольку был преобладал конечно западный перенос как известного с ветра значит несут влага в основном запада вот и сейчас и тогда вот и не было снега не было достаточно снега что формировались ледники вот это точки зрения александр иванович его ей кого значит я хочу вам упомянуть и еще имя амутсона хотя он в общем то мало оставил научных собственно значит работ почти они отсутствуют вот поэтому значит ну казалось бы ты для чего упоминать ну во первых потому что у меня стоит единственный в российской федерации бюст ролла амутсона в кабинете значит вот поэтому кто хочет посмотреть кстати очень близкий к то с этим факт ну как к оригиналу да вот во вторых этот человек был выдающимся как сейчас говорят логистиком вот дело в том что экспедиция это не только так сказать вот научная работа не только значит это романтические путешествия это огромный труд по организации вот амутсон был выдающимся организатором его как раз вот эти способности позволили ему побывать как на северном полюсе так и на южном в общем на северном правда там он летел то сказать но важно что значит он делал не был ну таскать был выдающимся человеком вот в этой области в области логистики кстати говоря значит есть еще один интересный факт вот касающийся амутсона да вот значит автор этого бюста известный российский геокреолог не на вельмина она работала в институте мироставедия вот была еще скульптором значит членом союза писателя очень интересно у меня есть популярная книга ледяной сфинкс да как раз об исследовании исследованиях вечной мерзлоты ну вот значит а то что касается значит вот амутсона может быть вы слышали вот а его соревновании за покорение южного полюса с капитаном робертом скоттом слышали об этом нет история вот вот я вам хочу сказать значит рассказать некоторые вот такой поучительную историю связанную со скоттом значит я как бы когда был в вашем возрасте значит прочитал книгу значит об амутсоне которая называлась человек которого позвало море это польские значит авторы синкевич и значит как раз описали жизнь и вот экспедиции амутсона так вот там конечно описано вот эта история связана со скоттом и значит говорится вы наверно слышали что скотт погиб на пути обратно значит с южного полюса вот из-за нехватки продовольствия то сказать и там организационных трудностей и так далее вот так вот значит в этой книге там есть страницы дневника вот кстати говоря я вам принес сегодня значит есть такая удивительная публикация вот полярная значит полярные исследования и здесь есть фоксимиле оригинальных документов в том числе вот у меня есть здесь вы писаете вот это дневник роберта скотта последний дневник вот когда он замерзал в палатке уже значит собственно это его последние слова это вот поучительный очень документа вот здесь вот то что он писал в последний день своей жизни замерзает в пурге значит вот в ледяном совершенно холоде вот снежные метели там в антарктиде перед смертью так вот там в книге есть перевод последних слов значит он такой что ради бога позаботьтесь о наших близких о близких да вот казалось бы естественная фраза вот обратить внимание ребята естественная фраза да позаботь каждый из нас наверное попав в эту ситуацию вот если ему случится возможность оставить какие-то последние слова наверное что-то скажет о своих близких правда вот и узнаете каково было мое удивление когда я значит ну у нас здесь достаточно тесные связи с иностранными научными организациями значит некоторое время попал время я попал значит в кембридж в англии значит там есть институт полярных исследований кстати имени роберта скотта вот при кембриджском университете значит и в библиотеке мне стало интересно значит я увидел как раз его полевые книжки вот там хранятся в библиотеке этого полярного института значит кембридж и эти полевые книжки я попросил мне дать одну последний собственно последнюю полевую книжку значит она там есть вот и что вы думаете я там прочитал вот я вам сейчас даже до напишу потому что мне кажется это очень помучить поучительно да для нас для всех с вами так это значит фазы год сейк до позади сейк лук автор лук автор это лук да и простите я не очень хорошо пишу значит лук автор а у people вот это его последние слова вот кто хочет может перерыве подойти посмотреть на оригинал пожалуйста знает английский язык как это переводится вот 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 коллеги значит он говорил не а жене или таскать ребенке который остался в англии да не о родственниках он говорил о членах его экспедиции вот у нас да естественно таскать вот перевод поэтому переводчика сделал эту ошибку когда переводил потому что там естественно позаботьтесь о наших близких человек говорил о своих товарищах вот так что в общем это произвело впечатление на и наверное на всех значит может произвести впечатление вот такими были полярные исследователи исследователи которые занимались значит изучением этих этих районов так значит дальше вот важный этап начался собственно с двадцатым веком значит с технологической революции с промышленными с промышленными успехами и так далее со строительством значит с добычей полезных ископаемых в этих условиях вот значит что произошло в этом так сказать в нашей области в это время значит надо сказать что именно в россии в этот период пожалуй было наиболее интенсивное вот освоение северных территорий ну во всяком случае скажем северной америке в соединенных штатах хотя у них был было уже аляска допустим канада владеет достаточно большими пространствами значит свечной мерзлотой значит но у там не про не происходило какой-то значительной активности во всяком случае исследований неизвестно в это в это время вот по крайней мере до 2 до 2 мировой войны каких-то значительных исследований значит у нас же значит вот а михаил иванович сумгин кстати говоря тоже член цико партии эсеров значит вот за то что он участвовал начнут в этим в центре таскать работал центральном комитете вот партии сыра значит ты был очень активным эволюционером значит был сослан сибири но значит слава богу остался жив вот и попав сибирь он стал собственно заниматься исследованием вечной мерзлоты написал первую в мире монографию значит который называется вечная мерзлота ссср вот она у меня тоже есть кому интересно можно посмотреть вот он описал значит границы распространения температурный режим в общих чертах вот и был инициатором кстати говоря при поддержке академика вернадского тоже я думаю что вам это имя известно владимир ванч вернадский значит конечно он сам не мог это сделать значит он пришел к вернадского и объяснил вот важность этих исследований вечной мерзлоты значит и уже собственно говоря по инициативе вернадского в советском союзе был создан комитет по изучению вечной мерзлоты вот так называемый вот кивом таскать до в двадцать девятом году вот это вот время начал считается временем начала исследований регулирует таскать и систематических исследований по изучению вечной мерзлоты не только у нас в советском союзе или в российской федерации сегодня значит но и в мире потому что до этого значит каких-либо институтов неизвестно ни в каких других странах вот затем он это кстати говоря комитет превратился в институт миросновения москве которым я уже поминал значит и на что он носит носил имя обручево значит хотя может быть не менее справедливо бы назвать это назвать этот институт значит именем значит академика вернадского потому что он был по сути дела инициатором значит вот создание такого таких исследовательских учреждений вот значит мы с вами по моему уже говорили о том что значит в нашей науке используется на про такое понятие как крео сфера вот крео сфера вот есть биосфера есть где таскать гидросфера значит вот крео сферой считается или называется одна из географических оболочек характеризующиеся наличием или возможности существования льда вот если значит лед может существовать то значит это вот часть крео сферы значит обратить внимание что крео сфера таким образом может распространяться в гидросферу до в литосферу соответственно в атмосферу потому что там тоже существует лед таскать ну вот в основные и в биосфере но в какой-то степени каш присутствует то что мы знаем что есть значит живые существа которые мы по можно заморозить и вернуть жизни кстати говоря вот коллеги я вас прошу я может быть об этом говорил я не помню значит если у вас появляются вопросы по мере нашего разговора пожалуйста я вполне считаю что это часть нашего с вами такого диалога и вашей вашей деятельности ваши работы на лекции значит поэтому пожалуйста можете даже правильно если будете задавать вопросы вот по ходу наших лекций вот и так значит крео сфера да понятно кроме того значит мы выделяем крелитозону значит вот этот термин кстати был предложен петром филивоновичем швецовым это тоже известные советские мерзлотовед я еще знал его лично значит когда он работал в институте значит в институте так сказать там всероссийском институте гидрогеологии инженерной геологии вот значит литосфера эта часть крио сферы самый верхний слой земной коры значит который характеризуется вот так сказать отрицательной температуры и наличие или возможность существования подземных льдов то значит крелитозон то есть это по сути дела часть литосферы вот где значит температуры могут быть ниже 0 и где может возникать лед вот значит это терминология сейчас широко используется у нас есть институт крио сферы тюмени у нас есть журнал который называется крио сфера а значит а значит крелитозона широко используется для обозначения вот этой территории где значит многолетняя она называется крелитозона то есть значит область литосферы где отрицательной температуры вот существует так сказать 2 2 и более лет до 2 года и более вот значит многолетняя крелитозона или значит вот сезонная крелитозона это тоже крелитозона который занимает почти всю территорию страны вот сезонное промерзание значит это сказать она происходит в крелитозоне формируется крелитозона зона литосферы с отрицательными температурами и это с некоторым количеством льда вот автором был вот пётр филимон швецов значит еще два имени вот я начну говорить очень интересных человека выдающихся геокреолога значит известных кстати говоря не только в нашей стране и во всем мире например вот николай оксантович его книга механика мерзлых грунтов переведена значит на английский французский японский немецкий и вну в общем нас на все на основные языки значит причем не по-моему несколько изданий даже по крайне берет на английском языке я знаю вот ну конечно на русском вот значит категориями земляк я тоже из могилевской области да так вот случайно значит вот значит он работал в якутске и известен прежде всего тем значит вот одно из выдающихся его достижений которые вот я считаю что вам следует отметить и запомнить это обоснование устройства и таскать конструкции фундаментов зданий на вечной мерзлоте вот как строить потому что наверное вы догадываетесь что если мы возьмем то стать построим скажем какое-то высотное здание значит вот на основании который касается в мерзлой породы дата в результате тепловыделения потому что здание все выделяют тепло люди которые в них живут да они привыкли комфортной обстановке значит вот там есть горячая вода и все такое то есть значит эти здания большинство зданий которые используют человек они тепловыделяющие значит если мы такое здание поставим на мерзлые породы значит произойдет оттаивание этих мерзлых пород значит не вера часто невероятные осадки по своей величине значительно превышающие скажем осадки под нагрузки как нагрузка которые вам известны для немерзлых пород значит и чаще всего разрушением это заканчивается нужно было что-то придумать значит чтобы обеспечивать устойчивое здание значит я очень значит мы схематично покажу собственно в чем идея она понятна вот у нас значит часть значит этой литосферы мерзлом состоянии значит а здесь здание значит идея заключается том чтобы разорвать значит вот некую поставить тепловую преграду между вот этим мерзлой литосферой и тепловыделяющие конструкции здания значит поставить ее на свои да а вот здесь оставить проветриваемое подполье то есть на оставить пространство где значит свободно будет значит циркулировать воздух и значит такой такого теплового взаимодействия между выделить тепловыделяющим зданием и значит мерзлыми породами не будет происходить вот в чем идея но это только идея а пришлось ведь рассчитать вот и длину свои их таскать характеристики и характеристики вот этого пространства значит свободного воздушного пространства между зданием и значит мерзлыми породами это вот по сути дела заслуга как раз него николай александрич а вот в 1900 я сейчас могу ошибиться но по-моему кажется 38 год то есть такой год который наверно в истории нашей страны вы слышали что это были за годы 3 по 37 или 38 год значит в этом году в этом году в якутске была построена первая большая теплоэлектростанция представляете то есть это заведомо тепловыделяющие здания очень больших размеров якутске который обеспечил весь город теплом и электроэнергией значит вот он как раз значит руководил научной частью этого проекта и значит строительством собственно этого объекта вот интересно что что до сих пор эта станция существует якутске и прекрасно работает вот там сейчас есть вторая вот да построили сейчас уже нет не так давно по моему два-три десятилетия назад так вот со второй уже были проблемы с фундаментами вот с 1 значит несмотря на очень длительный срок казалось бы да и значит сложности которые там всякие хозяйственные технические которые возникали значит здание до сих пор прекрасном состоянии хотя там наблюдение ведет институтное соведение вот и так далее но в общем это значит объект который до сих пор служит служит людям на чайкутске почти пол миллиона жителей вот значит обеспечивая их теплом и значит вот в этих в этих очень суровых климатических условиях и электричеством вот значит эта заслуга николай санчи цветовича значит вот достижение николая санчи цветовича да вот значит собственно способ строительства он сейчас применяется во всем мире это не только якутская электростанция значит почти весь город так построены не только якутская еще норильска еще магадан а еще анадырь вот а еще фэрбэнкс а еще общем можно перечислять очень долго значит это по сути дела практически все большие значит поселения в арктике на вечной мерзлоте и у нас в евразии так скажем нашей стране в китае где есть мерзлота значит вот в северной америке и в канаде значит и на аляске значит это этот способ сейчас применяется вот из здания вот строится именно тем способом который значит по сути дела разработал значит цветович теперь другое имя не менее известное в научном мире сергей степанович вялов значит он был моим учителем значит писал отзыв на мою кандидатскую диссертацию значит читал нам лекции вот по механике мерзлых грунтов значит его несколько работ он занимался вообще реологии то есть длительными деформациями вот деформациями под нагрузкой в течение длительного времени это его было то сказать специальность причем не только в мерзлых грунтов но и в общем то не мерзлых грунтов вот реология такая наука о так сказать деформируемости материалов значит он сам закончил кстати говоря ленинградский кораблестроительный институт был таким механиком значит вот по образованию значит но потом значит стал заниматься именно мерзлыми породами у него докторская диссертация как раз будет по длительной деформации мерзлых пород он показал что мерзлые породы значит деформируются течение очень большого времени очень важно вот установить так сказать значит или как-то спрогнозировать эти деформации которые возникают под нагрузкой между грунтов вот собственно его достижения значит его книги тоже кстати говоря переведены на очень многие языки вот вот совсем недавно я видел значит и английский вариант значит вот изданный но у него много изданий значит очень известный механик механик значит мерзлых грунтов вот и значит где креолог вот значит вот кстати говоря одно из пример вот этих зданий построенных на папа способу значит который предложил николай александрович это значит школа в якутске видите вот само здание довольно большое тяжелое железобетонная значит вот свои вот значит пространство воздушное пространство между поверхностью пород и самим зданием вот я вам еще одно имя хотел бы значит упомянуть это имя михал михалыча крылова значит он вообще-то был таким интересным человеком изобретателем частности предложил так называемые ледяные склады вот у нас 30-е годы до войны еще значит не было значит значительного такого холодильного оборудования в стране значит и на самом деле значит продовольствие хранилось в ледяных складах вот вы конечно уже не застали это время и даже может быть никогда не слышали об этом на самом деле на всей территории страны достаточно широко строить эти ледяные хранилища в которых значит вот хранилось продовольствие и так сказать и после войны тоже в общем-то такие и кстати говоря такие склады они существуют и сегодня вот в области вечной мерзлоты у нас есть подземелья в игарке вам дарми в никутске значит вот внизу здесь индигирки значит и в других местах ну около 40 вообще таких подземелий в которых значит которые используются как вот так сказать такие склады продовольствия вот разработка этих сооружений как раз занимался и он собственно был пионером он значит обосновал иначе провел необходимые расчеты для использования вот этих складов но я вам хотел рассказать немножко другой случай очень важный значит но он скорее для истории нашей страны очень важный начнут роль так сказать ученых геокреологов да довольно неожиданное вот во время отечественной войны в сорок первом году ночью наверно помните или слышали обороны москвы да вот как раз осень вот примерно это время значит если не ошибаюсь как раз 10 или 11 вот что-то в этих числах я могу ошибаться значит немцы предприняли последнее наступление на москву как раз вот в это время вот который мы с вами сейчас живем в это время стояли морозы было очень холодно вот значит там значит ну не сорока градусные морозы некоторые пишут в общем достаточно сильные морозы так вот одной из так сказать проблем это было водоснабжение города потому что значит вы наверно догадываете что москве воду не берут из москва реки да значит пить ее невозможно и не сейчас не не тогда тем более когда не было очистных сооружений значит а кто знает откуда вообще вода в москве водопроводе а ну что вот ну что вы это только значит очень нескольких местах очень ограничено это очень незначительная часть а что основное а до дмитровского дохранилища совершенно верно это основной источник есть еще ряд других водохранилищ да ну вот дмитровская она и сейчас имеет очень важное значение а практически это сказать такое было единственный источник во время войны вот в то время значит это было дмитровское водохранилище если бы удалось уничтожить метровского до хранилища город бы остался без воды сами не можете представить что такое жить без воды да вот значит без воды может всего-навсего там день-два не более без питьевой воды население было огромным столице значит предпринимались попытки немцами разбомбить она значит плотина там да были очень интенсивные попытки значит фашистов разбомбить плотину это были атаки между прочим гораздо более массивное чем даже на центральную часть города потому что они понимали что если у нас что уничтожит плотину значит то не будет воды значит справиться будет легко с городом так вот во всей этой истории очень большую роль сыграл как раз михал михалыч потому что искали способы как защитить значение авиации не артиллерии зенит на не хватало для того чтобы обеспечить прикрытие плотины потому что там достаточно было нескольких бомб попадание и все значит про плотину прорвет вот значит он придумал очень просто вот он как раз использовал эти морозы которые были в октябре в ноябре значит здесь в подмосковье значит он предложил поливать эту плотину водой причем значит таким довольно мощным слоем там метр и больше то сказать вот намораживать такой слой значит это очень интересное решение потому что вообще лед обладает интересными свойствами при взрыве вот значит вам необходимо это знать вот казалось бы да вот для чего строить ледокол и пожалуйста взрывай там перед собой до ледяные поля значит и двигайся так вот интересно что лед со льдом справиться даже с помощью взрыва очень сложно и в том что при взрыве вот бомбы даже авиационные бомбы значит в толще льда образуется просто вот такая воронка но не трещина вот то есть так сказать он не не подвергается такому значит вот например разрушению как железобетон вот если попасть это в железобетон значит можно разрушить там целое здание из-за того что возникают трещины так далее во льду таких трещин не возникает а возникает просто воронка такой вот так сказать от скол льда значит то есть метод был очень простой пожалуйста даже если бомба попадала просто заливать опять эту воронку тоже трещин не образовывалась вот заливать опять эту воронку водой и значит вот тем самым обеспечивать значит сохранность плотин вот таким способом вообще-то и была сохранена плотина дмитровского водохранилища то соответственно обеспечено водоснабжение москвы вот значит Пожалуйста, вам пример использования знаний в области геокреологии для того, чтобы обеспечить какую-то практическую пользу немедленную. Вот такая история, которую мне, кстати говоря, рассказала. Даже вы не найдете нигде в свидетельствах, мне один старый сотрудник Института оснований и подземных сооружений рассказал. Но это действительно случай, который имел место во время войны. Ну и наконец, последнее, о чем я хотел вам сказать, касающееся истории, это организация у нас в университете кафедры, нашей кафедры в 1953 году. И, значит, в 1961 году Московский институт перевели в Якутск, поближе к объекту исследований. Вот сейчас он носит имя Павла Ивановича Мельникова, другого выдающегося геокреолога. Значит, вот его заслугой, он был академиком, героем соцтруда и так далее, значит, его одно из основных достижений научных было то, что он все-таки смог обеспечить якутск водой. Вот он показал, что, оказывается, под мерзлотой, вот, значит, можно найти пресные воды. И вот, значит, обосновал вот наличие такого якутского артезианского бассейна под толщей мерзлоты, значит, и, значит, использование этих подземных вод для водоснабжения города. Кстати говоря, это вообще довольно странно. Вот у вас ведь сейчас есть курс гидрогеологии, да? Вот вам известно, да, значит, из курса, так сказать, ну, может быть, какого-то гидрохимического раздела, что чем мы глубже достаем воду, да, тем больше увеличивается минерализация. Это вам известно, да? Я надеюсь, известно. Это такой, так сказать, всеобщий такой закон гидрогеологический, почти закономерность. Вот, значит, ну, вот представьте, значит, все-таки какой нужно будет быть, обладать тоже некоторой смелостью, потому что ему говорили, Павел Иванович, о чем вы нам тут рассказываете? Значит, это глубины там 300-400 метров. Вы предлагаете нам с этих глубин добывать пресную воду. Вот, всем известно, что если мы с этих глубин начнем, значит, так сказать, вот использовать эту воду с этих глубин, то она просто непригодна из-за своей минерализации. Тем более они говорили, что ведь происходит при замерзании, вымораживании там солей, значит, и все такое, то есть увеличение концентрации, значит, в этом остаточном растворе. Значит, то есть это совершенное безумие, значит, бурить, а это было очень, довольно большие деньги по всем временам, потому что надо было пробурить целый ряд скважин вот вблизи города, да, значит, и, так сказать, получить на это средство, соответственно, обосновать это, что это необходимо. Вот, ему все-таки это удалось, вот, показать, что, оказывается, вот в акрилитозоне вот эти гидрохимические закономерности, они не всегда выполняются. Мы с вами еще будем об этом говорить. Почему? Это очень интересно. Вот, но оказалось, что да, действительно, вот даже, так сказать, на глубинах, на таких достаточно значительных глубинах в акрилитозоне может быть пресная вода, и она действительно там оказалась. Так что, вот, значит, это одна, только одна из его, в общем-то, заслуг, но вторая, может быть, очень важная, потому что он был инициатором создания международной ассоциации по местоведению, вот та, которая сейчас проводит все международные конференции во всем мире и так далее, значит, объединяет вот специалистов нашего профиля, их уже не было давно в России, этих конференций, значит, они сейчас в основном за рубежом, но, значит, создателем этой ассоциации был как раз, одним из двух создателей, значит, был как раз Павел Иванович Мельников, другой там Джерри Браун был американец, но, значит, вот инициатива вообще была Павла Ивановича Мельникова еще в советское время. Ну и последнее, это несколько слов об первом, значит, заведующем нашей кафедрой, она называлась сначала кафедрой недостоведния, значит, потом кафедра геокреологии, вот, это Владимир Алексеевич Кудрявцев, значит, его заслуга заключается, научное достижение, в основном заключается в том, что он нашел способ, как перейти от температуры воздуха к температуре пород, вот как учесть эти многочисленные влияния снега, растительности, других всяких взаимодействий, этих всех сложных процессов водо- значит, теплообмена на поверхности для того, чтобы, значит, вот определить, каковы температуры в породах, вот, так сказать, способ, значит, это, он, это все сформулировал такой коллективной монографии кафедральной, которая называется прогноз, мерзлотный прогноз при инженер-геологических исследованиях, вот, два года назад мы сделали второе издание этой книги, значит, вы ее можете посмотреть, значит, там, по сути дела, вот, описан этот способ, как нам, значит, найти температуру горных пород, если мы знаем температуру воздуха, потому что мы ее обычно знаем, метеорологические станции работают, а вот температуру, значит, горных пород без измерения, вот, значит, расчетную и прогнозную, что будет, если мы, скажем, удалим растительность, удалим снежный покров или, скажем, увлажним поверхность, вот эти виды воздействия, значит, у него в количественном виде описаны, и, значит, такой разработан метод такого прогноза, значит, интересный факт, вот, когда в 76-м году это была издана, издана монография, это, как вы понимаете, Советский Союз был, да, так сказать, стена и все такое, значит, вот интересно, что американцы через месяц после того, как она была издана в Советском Союзе, она вышла в издание, значит, армии Соединенных Штатов, уже английский вариант, в полном переводе, полностью, там, около 400 страниц, значит, была переведена и, так сказать, вот, значит, распространена среди исследовательских, там, производственных и строительных организаций Соединенных Штатов, вот, так сказать, единственный, наверное, пример, когда так быстро, так, наверное, только труды по ядерной физике переводились, если они, конечно, публиковались в открытом доступе, значит, ну, вот у нас такой пример, значит, есть вот этой монографии прогноз про инженерно-геологические исследования, значит, можете, повторяю его, эту книгу посмотреть, она есть у нас и является наиболее, кстати говоря, таким всеобъемлющим, так сказать, трудом по геокреологии, таким вот, значит, где описаны еще методы прогноза и методы исследования, вот, значит, да, ну, он был, кстати говоря, много лет, по-моему, около двух десятков лет деканом геологического факультета, Владимир Алексеевич, вот, мое время, вот, значит, вот оставил такой заметный след в истории, хотя, между прочим, для него было очень, я учился у него, значит, и непосредственно, значит, был аспирантом у него, значит, ему было очень трудно последние годы работать деканом, потому что, ну, просто уже возраст и так далее, он тяжело болел, но он считал, что он не мог оставить, значит, вот, так сказать, было важно там и работать и на кафедре, и на факультете, вот, значит, продолжал работать, по сути дела, почти до своей смерти, значит, вот и на кафедре, и на факультете. Ну, вот краткий обзор, значит, краткий обзор геокреологических исследований и истории геокреологии, значит, вы найдете значительно более расширенный вариант, я постарался как-то рассказать вам наиболее такие яркие моменты в истории геокреологии, там было еще много других, вот, значит, вы можете это найти в учебнике, вот, а сейчас у нас остается некоторое время, мы переходим к следующей теме, вот, которая, ну, можно условно назвать вот это теплообмен на поверхности, да, или температурный режим горных пород, так, значит, температурный режим горных пород, но сначала, вот, в продолжение, как раз, значит, в продолжение разговора о истории и Владимира Алексеевича Кудрявцева, значит, вот несколько его, значит, несколько его мыслей, я вам сейчас хочу, значит, начать, собственно, с них, знаете, вот, когда я слушал его лекции, мне было страшно скучно, я вам, честно скажу, да, вот я был недостаточно, так сказать, видимо, развитым студентом и человеком, вот, потому что мне казалось то, что он говорит, а очень-очень много говорил об одном и том же, вот, о чем я вам сейчас собираюсь сказать примерно в течение пяти минут, вот, эти пять минут он нам рассказывал две или три лекции, да, вот, значит, мне казалось, что это вообще, значит, что-то не имеющее отношение к геокреологии, это ничего не нужно, вот, и только сейчас я понимаю, что это, на самом деле, одно из самых важных положений в геокреологии, вот, другое дело, что, может быть, можно сказать, действительно, за пять минут, но после того, как это уже всем ясно тогда, вот, а он пытался, он понимал, что, вот, слушатели, я тоже не надеюсь, кстати говоря, на то, что за пять минут, которые я вам расскажу эту тему, значит, вот, всем станет все ясно, вот, я тоже на это не надеюсь, и он это знал даже еще лучше, чем я, потому что он был, значит, значительно более интересной личностью, я думаю, вот, и, значит, он понимал, поэтому он и старался это вот рассказывать в течение нескольких лекций, вот, так что вот обратите внимание, сейчас несколько минут, я вам сейчас скажу о том, что он считал самым важным в геокреологии, вот, несколько положений, ну, во-первых, вот вы знаете, как геологи, и он это несколько раз говорил, да, вот, как мы работаем, мы подходим к обнажению, да, или, так сказать, к, значит, работаем со снимками и описываем, вот, ситуацию, да, так сказать, что, что там в литосфере, какова ее структура, так далее, дрем образцы и так, и все такое, да, значит, вот это наш первичный материал, мы описываем, вот, землю, так сказать, так, как мы ее видим, вот, в Крыму вы все были, значит, описывали разрезы, да, значит, писали, сколько мощность того или иного слоя, с чего он состоит и все такое, так, вот, так он говорил нам первое, что он говорил, что вот в геокреологии это все не так, вот, если вы, скажем, подойдете, значит, опишите, это, кстати, ну, уже разрез или толщу с точки зрения, вот, с геокреологической точки зрения, что окажется, что это вообще-то говоря все не так, мы не понимали, что значит все не так, вот, он говорил о том, что там все, там это недостаточно устойчиво. Вот, если, значит, с точки зрения летологии, да, летология мало меняется. Она, кстати говоря, тоже меняется, да, со временем, понятно, в разрезе, да, там происходит выветривание, происходят другие процессы, минералообразование, это все меняется, но это все медленно происходит, поэтому то, что мы описываем, скажем, при описании обнажения, это, кстати, ну, какой-то объективная реальность, которую мы, вот, заносим, потом документируем и все такое. в геокреологии к сожалению не так потому что например мы измеряем температуры сегодня это 11 распределение температуры до в следующем месяце совсем другое свойство то же самое поскольку они меняются с температурой вот то значит соответственно и свойства меняется значит прочность при минус трех градусов совсем не то что при минус 5 градусов вот более того даже структура пород оказывается льдистость там строение криогенные да вот значит ледяные включения они способны так сказать изменяться значительно быстрее чем это происходит в обычных геологических разрез с минерал образованием там преобразованием текстуры так далее то есть это значительно более динамичная система вот почему он нам привел приводил слова значит древнего философа греческого гераклита что значит все течет изменяется просто в геокреологии изменяется значительно быстрее и вот когда вы в изысканиях скажем значит вам посылают вас значит и требуют от вас скажем температурный разрез значит вы измеряете эти температуры все так сказать достоверно все правильно значит датчики вся техника вас работает идеально он просто то что вы приносите на самом деле это не не совсем то что нужно потому что нужно на самом деле не сегодняшнего не фотография как он говорил вот это он любимая его фраза значит это фотографии вот фотографии нам не нужны нам нужны закономерности вот по каким законам это изменяется потому что это достаточно быстро меняется поэтому нам нужны сегодняшний срез не фотография а нам нужно вот эта динамика нам нужны закономерности по которым происходит вот это изменение температуры вот я вам обещал пять минут до значит не знаю в какой степени это для вас значит оказалось так сказать понятным и прониклись ли вы таким чувством, что это очень важно, ну поймите, это одно из самых важных положений в геокреологии. Что вот эти параметры геокреологические, которые вы измеряете в поле, которые вы получаете, надо иметь в виду, что это все очень динамично. Оно сегодня одно, завтра другое. Поэтому вам на самом деле нужно исследовать не сами эти характеристики, а характер их изменений, точнее законы, по которым они изменяются. Что, вообще-то говоря, значительно сложнее. Почему у нас изыскание, скажем, в немерзлых условиях, вот сейчас, позавчера, собственно, была, нет, во вторник, да, значит, была конференция, значит, воссоздают институт инженерных изысканий, всероссийский такой, вот, и там как раз один из центральных был докладов, то есть различия вот изыскания, инженерные изыскания в кревитозоне и вне. И говорилось о том, что, значит, вот, изыскание в кревитозоне – это что-то на порядок более сложное, чем, значит, про изыскание здесь вне кревитозоны. Вот, значит, это первое, о чем я вам хотел сказать. Второе, значит, использование так называемого ландшафтно-ключевого метода. Вот второе положение, о котором говорил Владимир Алексеевич тоже. Что это такое? Вот смотрите, у нас с вами есть, так сказать, природа, вот за окном, пожалуйста, да, значит, лес, там, значит, газон и все такое. Вы же видите, как это меняется в пространстве. Это очень изменчиво в пространстве, правда? Вот, а нам нужно на самом деле как-то описать вот эту очень сложную, очень, так сказать, многообразную обстановку, причем именно изменения в пространстве. Нам нужно ее нанести на карту. Вот как нам нанести на карту то, что меняется в каждой точке? В каждой точке вот этот ландшафт разный, потому что это уже, так сказать, другое дерево, другой там куст, так сказать, там другое покрытие и все такое. Вот как нам быть? Потому что это невообразимый объем информации, которую нам на самом деле нужно как-то генерализовать, так сказать, да, и представить в виде какого-то закона, какой-то карты. Вот как быть? Вот, значит, для этого как раз существует ландшафтный ключевой метод. Что это такое? Вот в этом смысле я хотел бы вам привести... Вот, кстати говоря, картинка, да, вот, так сказать, там это прибой. Вот очень, представьте, в каждой точке тут все разные параметры. Скорость, температура воды и так далее. Значит, направление, вектор ее движения. Вот точно так же у нас здесь, так сказать, в любой среде. У нас очень сложная среда. Как ее, так сказать, представить, как ее генерализовать? Как выйти на нечто, так сказать, какую-то базу данных, какую-то карту, какую-то схему, которая бы характеризовала вот эту среду. Значит, вот метод очень похож на то, что использовали художники времен конца XIX века. Вот, значит, наверное, вы все знаете, значит, импрессионисты, да? Вот кто знает из вас, в чем был главный художественный прием импрессионистов? Вот в чем отличие, так сказать, их техники от техники, скажем, других направлений в живописи? Кто знает? Ну, может быть, кто-то ходил там в кружок или в художественную школу, или вообще просто интересовался искусством. Видеть мир таким, каким видит его человек. То есть... Правильно. А вот в технике? Вот в чем технически, чем они отличались? Например, если взять какие-нибудь сумерки, то так же человек видит сумерки все нечетко, поэтому они так же изображали все нечетко. То есть, ну, все нечеткость человеческая, несовершенство человеческих глаза не отражали так же. Спасибо, да. Но это вот имеет место быть. Да, пожалуйста. Насколько я помню, описанисты часто работали в Маскале, они не вырабатывали фигуры полностью, они не... Вот, вот, вот это ключевая... Я спрашивал про технику, вы тоже правы, но я говорил о технике. Понимаете, они делали работы очень быстро, да, если вы знаете, некоторые работали просто на открытом воздухе, да, создавали буквально за несколько там минут, так сказать, уже было, было, было готово. Вот, кстати говоря, это вот впечатление, которое, ну, если по-французски перевести, это и будет, так сказать, импрессион, да, импрессионизм. Вот главная картина импрессионизма, потому что она так называется, впечатление, да, Клода Моне. Вот, значит, вот эти крупные мазки, значит, то есть, используя очень крупные мазки, так сказать, такие вот простые очень мазки, на самом деле они создавали реальность. Вот они создавали мир, так сказать, в котором они жили, используя, вообще-то говоря, такую странную технику очень крупных мазков, что, вообще-то говоря, было неправильно, потому что их критиковали, вы знаете, там, может быть, слышали, что говорили, ну, что это, там даже не рисуют так даже обои, да, значит, вот. но тем не менее у них получался мир на отражение реальности достаточно достоверной в общем то и значит какой то вот такая вот схема реальности вот мы используем примерно то же самое что использовали импрессионисты вот это как раз и называется ландшафтно ключевой метод в чем он заключается вот этот ландшафтно ключевой метод значит вот примерно в чем вот у нас значит среда некоторые да вот так сказать на прошлом на прошлой фотографии это был снимок прибоя сейчас это вот значит часть морского побережья там в арктике кстати говоря карское море вот как раз значит такая вот тундра тундровая зона значит а а вот здесь карта этого же участка значит понятно что здесь все изменяется а здесь видите все так сказать генерализовано здесь значит значит получается что мы используем вот эти крупные мазки как и использовали импрессионисты мы генерализуем и к некоторые области мы считаем что они примерно однородные вот какие-то части то сать вот этих ландшафтов мы их то сать вот объединяем в одно да вот мы выделяем ландшафты вот среди всего этого многообразия мы выделяем ландшафты кстати масштаб может быть разные таскать на одной карте это будут могут быть очень таскать мелкие на другой крупные вот неважно но важно суть что мы тасать некую территорию выделяем под названием или значит как как вот некоторые однородный ландшафт да вот такой мазок таскать как комприосист вот просто вот взяли мазмоле да вот вот это вот ландшафт это вот таскать ландшафтный метод да а что такое ключевой метод значит вот эти по сути дела мазки вот так у нас представляется окружающая среда да значит в виде таких вот крупных тосыть каких то вот значит значит участков ландшафтов а дальше ключевойcht то знач ключевой вот у нас же таких ландшафтов несколько вот если посмотреть скажем здесь да вот предложим березовый уча вот среди так сказать значит лесного яруса здесь да вот выделяется какой-то березовое берем березовое значит березовые участки участки с березами вот пожалуйста у нас ландшафт березовый лес например значит вот он скажем у нас зеленым вот таким светло-зеленым этот березовый лес а дальше нам нужно изучить этот ландшафт нужно узнать какие там температуры какие почвы да значит и все такое главное какие температуры потому что мы это сайт наша значит обязанность то что температура меняется от всего а тут значит вот нужно как раз это главная характеристика значит определить какие там температуры но нам ведь не нужно на всех этих участках работать правда зачем нам в каждом в каждом так сказать этом участке березового леса скажем да бурить скважины определять эти температуры нам достаточно в одном месте которая значит характерная да значит взять пробурить эту скважину произвести измерения и потом распространить эти условия на другие подобные участки вот использование какого-то 1 1 территории 1 ландшафта значит для того чтобы охарактеризовать значит все остальные подобные ландшафты этими же параметрами да вот это и суть то сказать ландшафт на ключевыми то есть это вот этот вот ландшафт на котором работают называется ключом так сказать у нас так ну в таком если хотите профессиональном жаргоне вот мы как раз выбираем этот ключ здесь работаем разбираемся что на что влияет почему там такие температуры значит и какие-то температуры а дальше все подобные участки мы считаем что там те же самые условия вот так а теперь вот можно вас попрошу вот молодые люди да вот ну поработать чуть-чуть да пожалуйста может быть представьте всегда вот вы как раз и на вас смотрю девушка да вот там сказать не предпоследний ряд да 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 вы да да может быть скажете давайте вот так сказать можно с вами познакомиться да как вас зовут а ну вот видите прекрасное имя настя вот скажите пожалуйста насти вот смотрите вот за окно да значит нас много этих участков скажем но березового леса но здесь не видно но пожалуйста можем газоны таскать взять какие хотите можете взять любой ландшафт которую видите за окном вот скажите пожалуйста какой у нас принцип выбора ключев то есть конкретно где вы будете бурить скважин это из каких соображений они же все одинаковые газоны да вот посмотрите вот ну они значит я между те которые мы считаем одинаковые выделяем скажем вот газоны там вот этой зеленой травы да ничего там он этот газон вот там он таскать газоны ты и дальше еще этот газон тоже такой же можем на одном только газоне все измерить а дальше мы считать что там те же самые слой правильно вопрос заключается в том вот на каком именно газоне мы будем работать вот как выбрать этот ключевой участок среди вот однообразных вот этих ландшафтов этих газонов или скажем значит участок березового леса в каком именно березовом лесу вот среди всех этих значит этого яруса здесь лесного который здесь присутствует где именно будем работать из каких соображений ну представьте вы начальник отряда да вам приходит таскать техник или студент вот третьего курса и говорит скажите пожалуйста куда нам ввести буровую значит и так далее значит где где именно будем работать всем уже ясно что нужен участок березового леса или нужен газон вопрос где именно вот пожалуйста куда поедем какой именно участок вот они вроде все одинаково вот их здесь например зеленых этих здесь пять участков в какой мы именно поедем из каких соображений выбирается конкретный ключевой участок а зачем а для чего в чем смысл попытайтесь обосновать вот ваши таскать ваш ваш аргумент представьте какую-то аргументацию на этот счет почему но не же одинаково какая казалось бы разница почему он должен быть ближе к другим какая разница что от этого изменится а я вот хочу здесь а вот вам пришел вот ваш вот молодой человек да вот а вы а тимур да вот тимур говорит а знаете знаешь насти я сюда не хочу я хочу сюда и что вы ему скажете вот знаешь говорит а здесь ближе вот здесь у нас станок вот как раз здесь стоит мы только что на красном работали а я хочу сюда переехать зачем нам вот сюда там скажем его перевозить когда можем все здесь поработать что вы скажете вот какие соображения здесь так носите миру ясно вот садитесь пожалуйста вот к сосед справа от насти пожалуйста да слушаем вашу аргументацию как начальника отряда ну может быть скажете как вас зовут мне интересно а максим пожалуйста максим расскажите как выбрать этот участок из каких соображений мы вообще вот теоретически предполагаем что они одинаковые да но мы же должна какой-то поехать на какой именно или все равно между прочим такой ответ тоже ну если у вас есть аргументация то пожалуйста ну мы считаем и мы естественно мы как-то генерализуем пойти вот как импрессионисты мы живут пойти вот мы так сказать вот используем только одну к несколько красок только да вот мы взяли вот этот вот таскать вопрос только в том что какой именно нам нужно на какой-то да ну что знаю как он взаимодействует да он никак не взаимодействует извините что значит взаимодействует он он такой же просто как они вот ну березовый вот лес вот там вот и там и и что зачем да не ну вот и вот конкретно вот за окном вот какой куда именно в буровую то повезете почему и куда ну давайте попытаемся сформулировать коллеги да вот одна из компетенций которая ночь по окончании курса вот считает что вы должны приобрести это вот умение таскать анализировать до проблемы вот здесь проблема значит я хотел бы чтобы вы попытались выполнить некий анализ этой проблемы ну пожалуйста значит у нас остается сколько одна минута ну вот как раз для того чтобы решить проблему вполне достаточно так вот смотрите вот одна один аргумент между прочим очень их правильный валерия да вот валерия правильно очень говорит действительно чего у нас же все сейчас определяется экономическим условием писаете зачем же ехать туда далеко когда значит здесь мы гораздо меньше усилий потратим чтобы перевести там где ближе железный аргумент никак это сказать но просто вопрос это что все вот никаких других аргументов нет только то есть это только одно принимается то есть логистика до экономического сна кстати совершенно правильно она права это один из так значит делаем мы следующие вот мы слушаем значит еще одно мнение а дальше это будет домашнее задание пожалуйста значит вот то что значит сказал матка тимофей значит очень правильно но это требует таскать понимание вот что это такое он сказал дал всем понятно да